Каждый ребенок в какой-то мере гений, и каждый гений в какой-то мере ребенок, сказал когда-то Артур Шопенгауэр. Сегодня мы услышим гениальные мнения о работах четырех амбициозных художников. На повестке дня экспозиция галереи «Проспект», а именно первый проект команды «Доукмейкерс». Каждый художник в команде отождествляет себя с одним цветом – зеленым, красным, синим и черным. Что происходит при смешении этих цветов, разберемся сегодня. Если его так не разрушить, что он упадет сам. Такое выражение лица. Интерьер большой. Она на троне просто сидит. Вот попрыг, точно. Но не похоже, что тут... А по-моему, там века. А вот по-моему, от него. Нет, это не аналог. Я точно, у меня такая анализация. Нет. Сегодня заявленную авторами детальность и многообразность будут анализировать, пожалуй, самые честные и бескомпромиссные зрители. Получилось ли у художников, работающих в разных жанрах и техниках, создать что-то эстетически целое. На самом деле она молодая, ей 20 лет. Ну, видно снег, и как будто женщина идет. Я думаю, что она просто гуляет. Холодно было, она прикрывалась капюшоном. Ну, капюшон был. И там сзади снег видно. Мне понравилось, что там такой красноватый цвет, потому что он мой любимый. Она такая цветная, не как все остальные. Где-то черно-белые были, а где-то их вообще не разбиралось. Обычно у таких людей, думаю, нету животных домашних. Я рассматривала ее долго, но я не могу понять. Мне она в чем-то прям точно понравилась. Ну, она мне тоже понравилась, только там непонятно, что нарисовано. Много таких рядами так наставлено, и со сверху софотографировали. А там еще книжки лежат всякие. Наверное, там нарисованы, нет, из которых сплетена корзинка. Ну, вот эти палочки. Похоже, очень старый дом, который скоро обрушится. Ну, звезды, потому что, мне кажется, это в Москве, в нашем городе таких больших, не бывает гостиниц. Маленькие номера у нас. Добрый там человек точно не может жить. Просто черный, белый. Окна белые, а вот сам-то дом серый должен быть. Ну, если там он черный, значит, он просто глязный. Я не знаю, как-то одного цвета, мне это не пришло в голову. Я не увидела окна много. И вот так вот полки, и на них книжка, как будто это библиотека. Мне кажется, что это глобус, и там нарисованы созвездия льва и рака. Да, это как созвездия. Смотрите, там лев, рак. Хороший цвет. Там подходит синий, темный, а белый, светлый. И если смешать, получится хороший цвет. Хищники я просто хочу увидеть. То есть я их ни разу не видела, они мне как бы нравятся. Сначала показалось, что река, как будто там лев и рак. Ну, потом там я увидела точки, линии, и показалось, что это глобус, потому что на глобусе есть точки и линии. Мне показалось, что это такая змея, гадюка. Она такая разноцветная, но змея как-то темная. Но мне понравилось именно то, что она разноцветная. И просто змеи, они сами нас боятся. Там, как у нее вот так щеки, я сначала подумала, что вот там вот так скручено. Но показалось, что это змея, правда. Потому что гадюки не могли такую фотографию сделать. Либо просто это игрушечная гадюка была. Она как-то... Злые глаза были у нее. Просто она такая злая, и у нее хвост. Вот такая вот гадюка, это, я считаю, это должен был нарисовать какой-то мастер. Не меньше, чем мы. Просто длиннее. Считается, что для правильного восприятия искусства нужно быть подготовленным человеком. Теперь вы подготовлены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова